Друзья, всем привет! Вы смотрите дайджест финансовых новостей на канале Инвестфьюча. Подводим итоги среды. Ну, во-первых, в фокусе внимания уже вечером в среду было заседание Федеральной резервной системы Американского Центрального банка. Это аналог, можно сказать, Банка России. Что мы видим по итогу? Ну, менять ставку, менять политику Американский Центральный банк не стал, но зато было довольно интересное выступление от главы Федеральной резервной системы Джерома Паула. Что он сказал? Паул отмечает, что с одной стороны потребительская активность и расходы в сфере товаров, такого ежедневного потребления, действительно выросло, что отчасти говорит о восстановлении экономики, но вот расходы на сферу услуг по-прежнему остаются очень низкими. Также Паул говорит, что в целом восстановление американской экономики происходит быстрее, чем ожидалось, и прогнозы серьезно повышены с сентября. Паул говорит, что не будет упускать из виду миллионы людей, которые остались без работы из-за коронакризиса, и отмечают, что сейчас все перспективы максимально неопределенные, и исход будет зависеть непосредственно от вируса. Ну, нужно понимать, что Центральные банки вообще очень любят формулировку про неопределенные перспективы, но сейчас действительно, наверное, такой самый максимальный уровень неопределенности присутствует. И, как говорит Паул, довольно сложно понять, когда в реальности вакцина будет полностью, полноценно присутствовать в нашей жизни, и, скорее всего, ближайшие несколько месяцев все еще будут для экономики очень трудными. Но Паул в целом отмечает, что в Федеральной резервной системе уже намного меньше участников видят негативные риски, чем это было в сентябре. При этом, что очень важно, американский Центральный банк говорит ключевую фразу «We'll continue to provide powerful support until the recovery is complete». То есть мы продолжим оказывать экономике мощную поддержку до тех пор, пока не завершится восстановление. Но, правда, мы видим, что какого-то серьезного увеличения поддержки пока мы не видим. Пока только обещание прийти на помощь, если дополнительная поддержка потребуется. Ну и в целом Паул признает, что потребуется время, чтобы вернуться к уровням, на которых находилась мировая экономика и рынок труда в начале 2020 года. В общем, ничего нового, но важно, наверное, именно то, что ФРС все-таки подчеркнула, что готова помогать, если понадобится. Активы, пусть и с небольшими перебоями, но продолжают свой рост на стимулирующих мерах центральных банков и правительств всех ключевых стран. Ну и, конечно, отдельно сегодня хочется отметить биткоин. Это самый настоящий герой дня. Сегодня праздник для криптоевангелистов, потому что курс биткоина вернулся выше 20 тысяч долларов и поставил новый исторический рекорд. На пиках биткоин поднимался выше 20 с половиной тысяч долларов и с марта криптовалюта взлетела более чем на 300 процентов. Что происходит? Да, на самом деле, мне кажется, никто не знает. Просто послушайте, как объясняют эти движения представители разных банков и инвестфондов. И вы увидите, что по большей части они просто пытаются каким-то образом подогнать аргументы под происходящее с биткоином. Ну вот Джипи Морган, например, пишет, что инвесторы начали рассматривать биткоин как альтернативу золота. В том числе речь идет и о крупных фондах. Цитата. У биткоина есть потенциал для долгосрочного роста, если он будет более интенсивно конкурировать с золотом в качестве альтернативы. Однако нужно учитывать, что капитализация биткоина должна будет вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать общим инвестициям частного сектора в золото через ETF или слитки и монеты. Хотя другие аналитики отмечают, что сейчас, по сути, мы не видим такого бурного роста цен на золото, а вот биткоин, наоборот, подскочил наверх. Но так или иначе, все больше и больше крупных компаний интегрируют биткоин в свои услуги. Вот, например, в ноябре в США платежная система PayPal запустила услугу покупки, продажи и хранения криптовалюты. Можно купить при помощи цифрового кошелька биткоин, эфир, биткоин кэш и лайткоин. Небогатый выбор, но, тем не менее, топовые валюты здесь представлены. Ну а в начале декабря также в США платежная система Visa вместе с криптостартапом BlockFi выпускает кредитную карту и кэшбэк на нее будет поступать биткоинами. Вот такие интересные нововведения мы наблюдаем. Но в целом, что можно посоветовать людям, которые сейчас задаются вопросом, стоит ли сейчас крипту покупать? Ну, во-первых, несколько лет назад мы с вами находились в удивительно похожей ситуации. И мы помним, что было потом. С 20 тысяч долларов биткоин у нас покатился вниз. И, по сути, это происходило именно на фоне изменения политики центральных банков. Когда было много денег, биткоин рос. Потом появились намеки на сворачивание и стимулирование биткоин. Ну, по сути, вместе с остальными рынками пошел на коррекцию. А биткоин еще это более волатильный все-таки актив, потому что крипта по-прежнему относится к рискованным инструментам. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными. И как минимум, что я могу точно сказать, не нужно вот на текущих уровнях, я бы, по крайней мере, не стала, вкидывать в биткоин и другие криптовалюты большие суммы денег. Здесь можно, в принципе, попытаться, если вы заинтересованы в биткоине на долгосрок, как бы адаптировать традиционные инвестиционные стратегии сюда и, там, скажем, каждый месяц на какую-то небольшую сумму крипту покупать. Если у вас есть такая потребность и уверенность, что это нужно делать. Но вот входить на большие суммы мне бы на текущих уровнях было страшновато. И я бы, честно говоря, скорее сейчас задумалась о том, чтобы часть прибыли в биткоине зафиксировать, если она у вас достаточно вдушительная и вы держите его давно. Вообще, все больше и больше у крупных западных аналитиков я вижу в последнее время предупреждение о том, что ставки на рисковые активы стали слишком высокими. Вот об этом сегодня на Блумберге вышел интересный материал от Bank of America. Я, к сожалению, не нашла такого корректного русскоязычного перевода, поэтому буду буквально переводить импровизационно то, что написано в статье на английском. Bank of America пишет, что сейчас управляющие активами настолько оптимистичны по поводу экономического роста, что очень сильно сократили свои позиции в кэше и максимально бросили все свои силы на вложение в рисковые активы, ожидая быстрого восстановления экономики в 2021 году. То есть сейчас у управляющих минимальный уровень кэша с мая 2013 года, менее 4%. И инвесторы сейчас максимально быче смотрят на акции и сырьевые активы, то есть по факту рисковые активы с февраля 2011 года. Самые раздутые оптимистичные ожидания. Ну и также вот Bank of America здесь отмечает и рост биткоина, который является фантастическим. И вот что пишут в банке. Настрой настолько бычий, потому что есть надежда на то, что вакцина толкнет рынки наверх. А мы говорим, продавайте вакцину в первом квартале 2021 года. Ну, имеется в виду не пузырьками торгуйте, а, соответственно, продавайте вот эти позитивные ожидания по вакцине, потому что все хорошее уже, по сути, заложено в цене. И наоборот, эйфория уже несколько преувеличена. И по факту восстановление может быть далеко не таким быстрым и таким однородным. И Bank of America тут также вот приводит такую дилемму, с которой сейчас сталкиваются очень многие крупные участники рынка. Им нужно принять решение, либо фиксировать прибыль, которая была получена за этот год, благо рынок возможность заработать действительно давал, и, соответственно, переходить на время в защитные активы, либо все-таки продолжать покупать на надеждах продолжение ралли в 2021 году. Bank of America видит во всем этом очень тревожные сигналы и говорит, что по факту сейчас у нас только самая ранняя стадия восстановления экономики, а при этом оптимизм уже находится на максимальных уровнях. И как бы не совсем пока понятно, насколько этот оптимизм оправдан. И по именно динамике восстановления этот кризис, конечно, не сравним ни с чем, потому что вот именно эти надежды на восстановление так быстро растут, что превышают вот те надежды, которые были у рынков, скажем, после кризиса доткомов или после кризиса 2008 года. Еще, мне кажется, довольно важная и интересная тенденция – это акции Airbnb, свежевыпущенные на биржу, потому что Airbnb – это как раз-таки вот компания, которая, по сути, выбрала в себя ту эйфорию, которая на рынке сейчас происходит. Размещение 10, по-моему, декабря произошло фантастически успешно, превзойдя все самые оптимистичные оценки. И капитализация компании в пять раз превысила ее последнюю оценку в апреле. Акции подскочили на 120% за один день. Но смотрите, вот уже сейчас, с момента дебюта, акции просели на четверть, на 25%. А трое учредителей компании за три дня потеряли 5 миллиардов долларов. При этом очень многие аналитики в целом, вот если посмотреть на консенсус оценки, говорят, что бизнес-модель у Airbnb хорошая, бренд сильный, перспективы есть. Но инвесторы, может быть, и хотели бы в долгосроке владеть этими бумагами, но сейчас они хотят продать их, потому что просто не ощущают комфорта от владения такими бумагами. Ну, в общем-то, оно вполне и понятно. И вот есть довольно много прогнозов о том, что акции могут просеять еще процентов на 10-15, а то и еще на 25 от текущих уровней. И здесь очень важно понимать, что оценка Airbnb по отношению к ее потенциальному доходу более чем в три раза превысила средний показатель конкурентов, например, Expedia и Booking.com. И вот еще очень важный факт. Оценка компании после IPO в два раза поднялась, ну, вернее, за счет IPO, по сравнению с ожидаемыми бронированиями жилья в 2020, даже не первом, а втором году. Позитивных прогнозов по России, если переноситься непосредственно на наш рынок, по-прежнему довольно много. Как от инвест-компаний, так и от крупных организаций. Вот, например, Всемирный банк сегодня улучшил оценку российской экономики. Снизится она на 4% по итогам 2020 года. Во втором квартале экономика России упала на 8%, в третьем на 3,4%. В четвертом ожидается продолжение тенденции. По итогам года падение на 4%, но это меньше, чем ожидалось ранее. Ну, вот в целом-то позитивно, но еще интересный очень прогноз от Всемирного банка по российскому банковскому сектору. Давайте зачитаю. Капитализация российских банков, говорит Всемирный банк, в 2021-2022 годах резко упадет на фоне перегрева рынка ипотеки. Тут речь идет о, конечно же, программе льготной ипотеки под 6,5%, которая привлекла огромное количество заемщиков. И на этом фоне резко взлетели цены на жилье. И теперь, конечно, возникает очень много вопросов, насколько эта программа реально выгодна для людей. То, что она выгодна для застройщиков, это как бы понятно и само собой разумеется. В общем, пузырь на рынке недвижимости, кажется, раздувается, намекает нам Всемирный банк. И говорят, что рано или поздно Центральному банку все равно придется снять регуляторные послабления. И тогда резко вырастет объем проблемных кредитов, что негативно скажется на динамике банковского сектора. И, конечно, в комбинации с тотальной неопределенностью по поводу ситуации с заболеваемостью, это все создает не очень благоприятную картину для российских банков. Продолжая историю с ростом цен на продукты в России, у нас тут начали отвечать ритейлеры. И такая прям социально ориентированная пришла инициатива от X5 Retail Group. Там пообещали продавать социально значимые товары без какой-либо наценки. Такие товары будут отмечены специальными ценниками на карте. В список входят макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Ну, прям почти мишленовское меню, конечно. Но, так или иначе, вот меры направлены на поддержку малоимущих покупателей. Цитата. «Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», – подчеркнул исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. Ну, в целом, несмотря на такую благозвучность инициативы, конечно, когда слышишь такие предложения, возникает вопрос, а на какие же группы товаров X5 Retail Group повысит цены? Потому что мы же с вами понимаем, что если в одном месте что-то убудет, то в другом обязательно прибудет. Кстати, напомню, что у нас в гостях тут пару недель назад был Дмитрий Потапенко, человек, тесно связанный с бизнесом X5 Retail Group в прошлом. Мы с Дмитрием как раз обсуждали перспективы российских ритейлеров, так что, если интересно, стрим можно пересмотреть, ссылочка на него будет в первом закрепленном комментарии. Друзья, ну, с новостями у меня все на сегодня. Еще напоследок, кому интересно, скажу, что сейчас проходит всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Он проводится под эгидой Центрального банка, и до 18 декабря на сайте finzachet.ru можно пройти онлайн-тест. Там есть тест как для физических лиц, так и для предпринимателей. Я еще пока не проходила, но собираюсь это сделать завтра, и, наверное, в своем инстаграме Кира Проныра у меня ник, без всяких там дополнительных символов, там, где символы, там мошенники, они клонируют мою страницу. Ну вот, в общем, поделюсь результатами в инстаграме, вы тоже проходите, мне кажется, любопытно себя проверить. На этом буду с вами прощаться, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, надеюсь, что вам было интересно. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Лайк под видео не забываем поставить, на канал подписываемся, колокольчик нажимаем и комментарии пишем. Спасибо вам за поддержку нашей работы. Всем пока и до новых встреч на InvestFuture.